Соня, можешь что-нибудь сказать? Раз, два, три, четыре. Так, начнем погромче у тебя очень. Сосиски, сосиски. Сосиски. Странно. Ладно, посмотрим, как это все склеится, звук. Через EBS записываешь? Да, через EBS записываю. Так, значит, еще следующее. Демонстрация экрана сейчас включен. Показать экран. Щелк. Так. О, видишь экран? Так, вижу. Музыка играет? Да. Ладно. Я просто думаю, на фоне можно оставлять такую музыку. Если будет громко, говорим. А у похожих негалов со мной угасит. Ну, неважно. Главное, что у меня-то она в любом случае слышна и в наушниках, и через микрофон. То есть она будет накладываться сама на себя. В общем, она будет... Хочу посмотреть, как это наложится. В общем, идея в чем, что это позволяет из-за шума, который обычно, трещание вот этого, да, сделать музыку. Потому что шум смешивается с музыкой, и его уже не слышно. Вот. То есть там можно, конечно, его отличить, но уже меньше на это внимание обращаешь. Какой шум? Не понял. Ну, ты никогда не слышал просто вот шум микрофона, когда просто записываешь, не голос, а просто ничего не говоришь? Нет, ну, такое бывает... Такое шум... Такие, значит, такие шум... Шум... В зависимости от программы, которую используешь, какой-то бывает, какой-то... Какая-то фильтрует. Ну, ладно. Так, через интернет-чиндеи, да? Давай хотим... Собственно, то есть получается тестовое задание, да? А оно включается-то. Надо делать веб-приложение. На спринге. Вот. Я, честно, ни разу не делал. Вот мы вчера сделали. У нас долго и не получалось, были какие-то тупые ошибки на пустом месте. Вот. И все-таки мы при помощи гугла и всяких видео справились с этой задачей. Получилось такое вот веб-приложение. Да, там было. Чего? Во втором видео было, на что там сделали. Ну да, вот во втором видео как раз все получилось. В первом ничего не получилось. То есть было полтора часа, убито в пустую. Но зато, скажем так... А что такое приложение должно делать? Во. Даже, что он хочет там? Сейчас... Я, конечно, глядя, я еще сам толку не прилагал. Он говорит, что здесь где-то у меня есть ненастроенные настройки для спринга. Но что он считает настройками? Вот у меня есть файл настроек один. Так, а, подожди, вот здесь что у нас? Блин. Зинтересная идея, насколько... Ну и... То есть нажать правой кнопкой на демо, но в левой части демо укройте. Нет, правой кнопкой не нажимаете. Нажимаете левой. И он откроет это окно. Ну что тут дальше делать, я не понял. Да, пусть я себе плюсик сделаю, что тут будет. И... Какая-то конфигурация. И что тут? Непонятно. Название. Так, если, как бы, выдает клин сообщение, но при этом работает, то, в принципе, можно не заворачиваться. Ну, понятно, что можно. Просто интересно, я же первый, по-моему, привыкаю ко всему вот этому. Вот, короче, мы... Само приложение... Можно нажать ссылку, чтобы близко в фигуре, вставку там ссылку. А, там есть один файл. Не, нифига не работает. Не щелкается даже левый, ни правый, никак. Ладно, закроем. Вот, само приложение генерируется вот с одной строчкой. Мы еще одну добавили. Так, для прикола проверить, выводится ли что-то в конце. Это работает, выводится. Вот, дальше... Дальше... Чего нам нужно сделать? Сейчас. Это мне надо... Так, это скрыть. Так, получается, из двух файлов, да, состоит основных? Ну, здесь есть тесты, но тут нет тестов, как бы, ничего не делается. Вот, соответственно, здесь файлик настроек, есть пустые папки. Вот. В файле настроек просто порт переопределю, потому что там был конфликт, у меня какое-то приложение висит на порте 8080. Ну, висело в чем-то. Вот, это, собственно, класс приложения сам по себе, да? То есть, вот это вот не имеет никакого значения. Вот. Здесь вот его запуск выполняется. В процессе запуска он сам поднимает веб-сервер, базу данных, по-моему, тоже, и, в общем, все, что нужно. Все зависимости, вообще все поднимает сам. А, разверни импорт. Вот, тут вот. Импортируется сам класс вот этот ApplicationString, и вот это зачем-то импортируется. Ну, я не понял, здесь я. А, в настройках где-то указывал, то, что... А, это для атрибута. Я имею в виду, на... что-то должен веб-сервер быть в Spring Application. Угу. Это в настройках, да? Ну, когда создалось приложение, вот здесь есть зависимости, вот, например, он ставит... Если хочешь, чтобы веб был, вот зависимость от веба. Понял. Он мне добавляет, и все. То есть, как бы... Вот этот файлик, он генерируется, просто щелкаются галочки, но здесь все равно можно все и вручную прописать, если очень надо. Угу. Это... 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 Какая-то не надо. Короче, что оно должно делать? Сейчас я ромеру открою. Так, запись идет. Все работает. Слушай, у меня даже такое ощущение, что все вообще не тормозит. Ну-ка, сколько сейчас процессора? Ну, в общем, нормально. Так, значит, что тут у меня есть? У меня должны быть какие-то сообщения. Вот они здесь. Кстати, момент, что ромера для мобильных устройств не оптимизирована, по-моему. Ну, он на бутстрапе сделан, то есть, они просто этим не заморачивались, но у них все для этого есть, чтобы это сделать в быстрое качество. но еще никто не делал. Так, в общем, есть вот такая вот штука RabbitMQ. И это... брокер сообщений, то есть, событий, да, который позволяет между процессами или приложениями, или серверами передавать сообщения. Вот, в общем, нужно сделать две странички. Одна страничка генерирует события, другая хранит их список, то есть, нужна еще база данных. Вот, и здесь же на этой первой странице, то есть, вот здесь такая штука, типа, уведомления, да, и нужно их здесь генерировать, и на них же здесь реагировать. Вот. И, в общем-то, все. А там главное использовать версию Java, там, TomCut, то есть, у меня все стоит уже Java 1.7, TomCut тоже такой же, Spring используется, вот. То есть, в основном, задача здесь, как я говорю, в том, чтобы познакомиться с Java, потому что сама по себе задачка, она такая, достаточно простая, ну, как мне кажется. Так, короче, нужно сделать HTML-ную страничку. Вот. Ну, давай, допустим. Так, задача вообще разобраться, во-первых, с внешним видом там, промеры, страничка, которая... Не, подожди, при чем здесь внешний вид промеры? Это пока не стоит в задаче тестового задания. Это я потом буду делать, когда тестовое задание сдам, и меня примут. Ну, я имею в виду, погоди, еще раз, страничку, которая, ну, там, Java 7, там, там, седьмое приложение, да, для чего, то есть, что оно будет делать? Ну, я же только что рассказывал. Она будет, вот одна страница будет генерировать, то есть, у меня страница генерация сообщений. Она будет генерировать сообщения и на них же реагировать. Сама себе, ну, сама себе их будет присылать. А на второй странице должно быть 10 пользователей, да? Одни пользователи могут видеть уведомления, другие не могут. Вот. Нужна, по сути, основная задача, вот, использовать брокер сообщений и разобраться, что это такое за зверь. Видимо, потому что это используется у них. Такой чат получается? Нет, не чат. Например, может быть событие на нажатии кнопки или реакция на это событие, может быть алерт какой-нибудь и так далее. Вот. И еще нужна история сообщений, чтобы можно было посмотреть, ну, то есть, не сообщений, о событии. Это ска... Лог тогда по-другому. А? Лог, логирование. То есть, история, лог, это все одно и то же. Ну да, ну, и чат, я так понимаю, то есть, нажатие кнопки и сообщение. Чат, это еще одна форма, просто... Ну да. Как бы, дело в том, что здесь очень много синонимов, но это не буквально чат. Здесь не предполагается чат сделать. То есть, не нужно там... То есть, можно сделать алерт с определенным текстом, но не нужно на этой же странице видеть историю сообщений, как во Вконтакте это сделано, например. Это нужно сделать на отдельной странице. Хотя зачем, непонятно. Можно на одной, действительно. Можно сделать это в виде чата, только здесь будут не только сообщения, но еще и события. Ну, как вот есть список уведомлений, да, там вот все уведомления. там получил заявку на добавление там контактов. Такая-то, такая-то. Прочитана и непрочитана. Ну, да. Так, хорошо. Надо сказать, кстати, в Рамире сделано нормально, дизайн нормальный. Они не сделали дизайн. Дело в том, что то, что мы сейчас видим, это такая штука, грубо говоря, это до дизайна. Дизайна здесь еще вообще никакого нету. Здесь есть только функционал. Они сейчас сконцентрированы на функционале. Потом, когда функционал стабилизируется, они наймут дизайнера и сделают из этого конфетку. Так, ну, хорошо. В общем, вполне логично. То есть, дизайн пока здесь... Давай, Николай, еще отдельный разговор про название, то, что дом, зум, там, вин. Дорогичем здесь... На страничке. То есть, на страничке должно быть... Вот смотри. Диви в чем, что вот есть Java-приложение. Если мы его запустим, вот, допустим, мы его запустим. Сейчас я покажу, как это выглядит. То оно на порту 8081 должно быть... Да, ну, слушай. ...должно быть... ...страничке. Но она не выдает кое-что другое. Сейчас покажу, как она делает. Вот если вообще нет никакого кода, она делает как-то так вот странно. Все, сейчас покажу, как. я схожу за зарядкой. Сейчас свернусь. Кто-то... – Ух-х. Ух-х. Кто-то или нет? Ух-х. Ой-х. Ой- Lives уп jedетки ? Ой! 他 сейчас есть... что он заорот? Субтитры сделал DimaTorzok Я здесь Ну, в общем, вот Оно запустилось, слушает и ведёт влоги того, кто что подключает, что происходит Вот если туда зайти, то выдаёт вот это Причём это вот это То есть, грубо говоря, она не выдаёт HTML даже Вот, если зайти сюда, куда тут она предлагает ещё одна страничка, которая тоже работает Но это тоже не HTML Это JSON похоже Да, это просто JSON Вот Нужно, наверное, начать с того, что превратить это в HTML-ную страничку Например, там SpringWebIndexPage Ну, JavaScript работает похоже В JavaScript, когда выдаёшь консоль, по идее, объект, то он как JSON Ну, вот, допустим, такой, что попробуем Это вот Alt-Enter я использую Я привыкла к этому, к ReSharper Visual Studio Здесь, в принципе, ReSharper тоже разработка вот этого JetBrains Поэтому здесь всё достаточно интуитивно Так, то есть, вот он добавил, я добавил зависимости для вот этого request-маппинга Ага, ему можно параметры передавать Отлично, прям как в C-Sharper Так, кажется, мы server-let request Вот есть какой-то запрос Значит, приходит к нам запрос Мы вводим в консоль и возвращаем в строку hello Отлично Останавливаем И перезапускаем Алло Да Ты меня слышал? В чем голос изменился, да? В смысле, изменился О, сейчас нормально Ну, видимо, видишь, у меня 100% загрузка процессора Не хватает Не выдерживает То есть, вот что здесь происходит Ну, сейчас уже лучше Короче, момент запуска, да, такая штука, да Процессор перегружается Так, ладно Давай пробовать, что получилось Эй Эй-эй Он что, пароль что-то поменял уже? Да, действительно, пароль каждый раз разный Нифига Нифига Лады Так Хорошо Что такое там мы, я не знаю А, вот здесь он предлагал контроллер создавать тот чувак, который видео записал Ой, в смысле Ну, допустим, нам нужен класс Создали второго класса? Да Да Так, вот мы создали класс Так Теперь эту штуку я попробую туда перенести А, или нет Сейчас Я пока не буду вот этого делать Вообще, лучше контроллер такой делать, чтобы это было по-инвестишному Но, возможно, я тут не подключил зависимости Нужно вот здесь, вот здесь, вот что-то тут было Вот такую вот штуку А, это Атрибут поставить, может быть, так сработает Так, вот контроллер Импорт класс Импортировался Что-то сделаем, мы назовем дефолт Так Что-то такое Рератбон Перезапуск Перезапуск Во Опять запустилось Ничего не выдало Никаких ошибок Опять пароль требует Да, пароль опять поменялся Странно Похоже Вот это Hello У нас Да, вот это А Строчка выше Там Гуглим сразу А покажи Там Строчка Первая Вот это Print Refuse Get Sergit Парш Опа Тут Exception Какие-то происходит А, ну это то, что он выдал Так, и что тут где-то происходит? Ну ладно, давай посмотрим еще раз, что пишет в интернете Так Так Я думаю, Hagrid Так И сейчас Как быть я не думаю мне тоже чего выше здесь здесь проблема описана а здесь принятый ответ я обычно проблем вообще не читаю то есть вот здесь совпадает это слово circle view path закрой тогда следующий открой, если непонятно вдруг мучиться и понять в смысле, а как же терпение я просто не успеваю прочитать ты говоришь, что уже непонятно мне кажется, может тут снизу что-нибудь такое здесь он говорит про вот эти вот template engine, которые рендерят вьюшки их может быть много разных вариантов вот насколько я понимаю и догадываюсь, что здесь происходит что когда мы написали hello он по умолчанию пытается сделать переадресацию на вьюшку hello видишь, forward типа делает но так как мы попадаем на нее и мы опять делаем ему переадресацию срабатывает вот этот вот exception который мы как раз и видим вот он из кода его скопировал вот да путь это имя вьюшки то есть нам нужно сделать вьюшку наверное так 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 здесь возможно мы не дочитали, что здесь предлагает а вот myweb.xml вот индекс какой-то gsp индекс да gsp странички хорошо вот скорее всего надо gsp создать страничку индекс gsp я вам все равно это по речи в контент-директоре да так вот говорит что у него была та же проблема но он ее решил проблему а а а а а а а а в том что томкад переадресовывал из корня в индекс gsp когда у него был валик вот этот вот в веб-контенте но как только он его удалил реквест больше не переадресовывался вот он сделал типа реквест который обрабатывает все запросы вообще нет так ну понятно что он обрабатывает там потом браузер редиректит и он обрабатывает снова но так возможно тоже слушай если закомментировать реквест маппинг звездочка вообще честно говоря мне запись не очень понятно я не очень знаком с с ябл а что конкретно тебе непонятно реквест маппинг с ну реквест маппинг вот эээ в ээээ мы считаем что здесь создается объект spring boot application и на этапе компиляции он создается на этапе компиляции он привязывается к вот этому к типу этого класса и в список атрибутов попадает то есть который можно на этапе компиляции анализировать то есть мы делаем пометку грубо говоря что вот этот класс есть spring boot application класс это что это позволяет находить классы на этапе компиляции или уже на этапе запуска приложения то есть не обязательно то есть короче это позволяет не прописывать в код напрямую в зависимости от какого-то конкретного класса то есть его всегда можно найти за счет того что есть вот этот маркер вот а здесь маркер создается уже с параметром то есть это его конструктор по сути можно через запятую ну то что у классов могут быть атрибуты это я понимаю другое дело как они внутри кода и как они при компиляции и во время работы да используют под сприт пускай refused маркер звездочка он говорит о чем давай так сделаем а тогда создай еще один еще одну функцию такую же уже запретил ага какую функцию ну такую же и там написать индекс ну или или хотя погоди здесь ты сам управляешь по идее да то есть в зависимости от того как в томкате это реализовано ну может сейчас томкат используется да ты используешь ну да там используется томкат если по умолчанию в сервере томката сделан редирект с корня на индекс gsp да то вряд ли да здесь нет никакого индекс gsp в принципе он может допустим при директе по умолчанию если этот индекс gsp где-нибудь есть в какой-то территории not found уже другая ошибка ну да 4x4 нормально то есть то есть он теперь он теперь говорит что он не может найти hello да и создай еще одну такую же функцию а не факт что hello он разве вниз в целом что что это hello а он снизу здесь написал наверное сейчас где здесь было смотри блок а ну вот он просто вывел видишь вот это вот стринг это она вывела просто палочку так а что он про него написал в а а в в в и в она создать функцию с названием в ну это так мысль, да? это не является среднестриженным столом? нет ну, прикресматривай я знал а, давай, да println да и println чего-нибудь чтобы было видно ну, допустим так так, вот что перезапускаем мне кажется, он вот здесь вот это hello воспринимает как редирект на hello а, то есть он его воспринимает либо вьюшку hello отрендерить да, на вьюшке нет он говорит, что файл не найден либо редирект на hello но hello тоже нет, тоже не найдено ну, вполне логично а слэш error и после того, как произошла эта ошибка он перерисует на слэш error да, ладно что там красный такой рисунок он помер ошибка внял короче я понял request mapping может быть только один на на контроллер то есть это будет индекс это будет terror он должен сам их вроде как понятная робот перезапустить чем запустился дальше ухт он промапил я видел смотри 10 написал видишь то есть мы но ты шаблоном nvc знаком я понимаю что модель view control и view кидает те же самые вот вот эта вот штука я видишь я просто в нагму использовал тот же класс application можно было отдельный класс создать для контроллера я сказал что этот класс еще и контролером является и его методы вот эти да которые соответствуют сигнатуре им воспринимается как эти хандлеры и вот для error он сделал свой ну я не надеюсь конечно сейчас посмотрим но вполне логично так кстати вопрос контроллер это или view к так здесь он выводит это какой секунду индекс 404 и error нету нет error это делает короче он по умолчанию в общем у нас его как раз надо переопределять у нас не получилось его переопределить я часть всего при изучении когда я ничего не понимаю я беру какой-то пример ну как я бы лен да ну в общем обучающий какой-нибудь примерчик ну мы вот брали вчера обучающий примерчик но этот скажем так обучающий примерчик он не выложил не исходники того что он сделал и он не писал код он код вставлял то есть его воспроизвести почти нереально потому что там слишком много кода вот возможно просто нужно какое-то другое видео примерчик посмотреть так ладно чё у нас там я чаще всего текстовую вот у нас короче 36 минут я предлагаю сделать паузу установить запись и ну не знаю 5 10 а тут еще вот в чем но она сейчас короче